Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала! Сегодня я вам хочу предложить ещё один рецепт пасхального кулича. Готовится кулич традиционным методом, то есть опарным способом. И что это значит? Сначала мы готовим опару, потом только на опаре мы соберём наше тесто. Что нам для этого нужно? 150 мл тёплого молока. Молоко не должно быть горячим, то есть чуть выше комнатной температуры. 150 мл. И 5 г сухих дрожжей. У меня 5 г тут, так как муки нам нужны 300 г. То есть на каждые 500 г муки полагается 5 г дрожжей. Но тут я взяла дрожжей чуть меньше, потому что этого вполне хватает. Если вы как бы сомневаетесь, возьмите чуть больше. То есть не 5, а 6 г возьмите. Растворяем дрожжи в молоке. И сюда же я добавляю столовую ложку сахара. Это сахар я возьму от общей массы. То есть нам нужно буквально 100 г сахара в рецепте. Я отсюда возьму столовую ложку для опары. Это всё вместе хорошо растворяем. И оставляем подниматься. Но минут через 10-15 у вас должна появиться хорошая пышная шапочка. То есть это уже говорит о том, что у вас хорошие живые дрожжи. И можно дальше месить тесто. Так. Моя опара тут поднялась очень хорошо. Сейчас мне нужно сюда, в опару, добавить 3 столовые ложки муки. Обязательно муку надо просеивать. У нас тут должна получиться такая масса, не сильно жидкая и не густая. Это вот хорошо надо перемешивать. То есть это вторую часть опары мы готовим. Это мы проверили, как бы наши дрожжи, они активные или не активные. Надо делать так, чтобы мука полностью растворилась, чтобы как можно меньше комочков. Так, тут ещё маловато муки. Ещё немножко добавлю, совсем чуть-чуть. Тут получается уже почти 4 столовые ложки. Муку я возьму от общей массы. То есть у нас мука 300 грамм в рецепте. Я беру вот из этих 300 грамм муки. Вот 4 столовые ложки. Всё. Вот эти 4 ложки полностью хватило. Такая кремообразная масса получается. И достаточно однородная. Вот такая масса у нас должна получиться. Это мы закроем опять же пищевой плёнкой и ставим в тёплое место. Ещё раз подниматься. Ну, у кого как. Может занимать, я не знаю, минут 30-40, а то и час. Так, моя опара уже подошла. Она увеличивалась в объёме. Мы уже готовим остальные ингредиенты. Я взяла тут 7 желтков, 100 грамм сахара, ванильный сахар или ванильную эссенцию. У меня ванильный порошок. Я добавлю немножко. Так. Пол чайной ложки соли. И это всё надо хорошенько взбивать. То пышной пеной. То есть, масса увеличивается очень хорошо. Так, смотрите, желтки у меня увеличивались в объёме. Добавлю сюда цедру одного апельсина. Можно взять лимон. Или вообще ничего можете не положить, если не хотите. Миксер больше нам не нужен. Эту массу, яичную массу, я добавлю к опаре. Это всё хорошенько я перемешиваю. И сюда уже добавлю порциями, отправлю в просеянную муку. Мука у нас в рецепте 300 грамм. И я постараюсь придерживаться. Больше не добавлю. Нам ещё нужно изюм и цукаты. И 80 грамм сливочного масла. Больше ничего не нужно. Цукаты и изюм это уже по желанию. Можно и вообще без них делать. Тесто надо месить очень долго. Получается такое жидковатое тесто. Муки больше добавлять не надо. Из-за того, что тесто жидкое, получается у нас... Куличи получаются очень такие пышные, воздушные внутри. И очень лёгкие. Всё, больше я муку добавлять не буду. Если вам трудно будет месить тесто, и, естественно, такое тесто липнет и к рукам, и к столу, можно немножко поверхность, где вы будете работать, намажьте подсолнечным маслом. И руки тоже. Ну, совсем немножко. Так, у меня вот такое тесто получилось. Я сюда больше муки добавлять не буду. Вот взяла здесь немножко растительного масла. Месить тесто дальше я буду прямо на столе. немножко намажу стол растительным маслом и переложу тесто на стол. И так я буду месить тесто достаточно долго. Минут 15, а то и 20. Пока тесто не отойдёт от рук и от стола. Если у вас есть такой скребок, это вам очень хорошо поможет. Иногда, периодически, надо соскребать тесто со столом. Так что такой помощник вам рядом нужен. Насчёт масла сливочного. Хочу сказать, что сливочное масло должно быть очень мягкое. Ну, долго, то такое. Сильно такое, мягкое масло. Положите, оставьте при комнатной температуре. И вот так будем месить. Смотрите, вот так берём и подворачиваем тесто. Достаточно долго. Смотрите, тесто у меня вот уже, видите, от рук отходит. Самое время сюда вводить в тесто порционно сливочное масло. По чуть-чуть будем вводить и месить до конца. Пока тесто доведём до такого состояния, что отходит и от стола, и от рук. Вот, моё тесто уже почти готово. Я месила где-то минут 30. Тесто уже спокойно отходит от руки и от стола. Видите, оно очень гладкое, нежное тесто получается. Уже вот, смотрите, самостоятельно отходит. Всё, это говорит о том, что наше тесто уже готово. Мы берём миску, намажем растительным маслом и тесто вот ставим вот в мисочку и в тёплое место, пока наше тесто подходит. Увеличивается в объёме 2 или 3 раза. Всё, моё тесто уже поднялось. Увеличивалось в объёме. Очень даже хорошо. И самое время добавлять в тесто цукаты и изюм. Это вы возьмите вот на своё рассмотрение. Кто сколько, что любит. Ну, желательно, чтобы не переборщили с количеством, потому что тесто потом получится тяжёлым и не поднимется хорошо. У меня здесь где-то 60 грамм изюма и 80 грамм цукатов. Половину цукат я оставлю, чтобы украшать сверху наши куличи, а остальную половину добавлю в тесто. Сначала сверху добавим и потом будем обминать наше тесто. Цукаты и изюм я заранее промыла хорошо. И обсушила. Видите, какое тесто. Всё. И вот это тесто теперь надо поделить на две ровные части и положить по формочкам. У меня формочки с диаметром 13 см. Но вы посмотрите. Если у вас нету таких бумажных формочек, возьмите металлические или стелеконовые. Если металлические, то надо или положить пергаментную бумагу внутри, или помазать стены и дно растительным маслом и посыпать сверху мукой, чтобы куличи не прилипали. Тесто обминаем хорошенько. Уже на столе. И поделим на две ровные части. Вот так хорошенько подкатываем тесто. Желательно руки намазать растительным маслом, чтобы нужно было легче работать. и оставляем это на расстойку. Минут 30-40. Посмотрим, как поднимется тесто. Вот моё тесто вот так поднялось очень хорошо. Я сюда положила малое количество, если вы заметили. У меня просто маленьких этих формочек не было, поэтому, если у вас есть маленькие, возьмите диаметром маленькие формочки. Если вы хотите, чтобы ваши куличи получились с шапкой. Но у меня не было. Поэтому я взяла у меня 13 сантиметров в диаметре. Возьмите поменьше. И я это ставлю в духовку. Духовка у меня заранее разогрета. 170 градусов, минут 30-35. Я это посмотрю. Ну, а вы тоже посмотрите по своей духовке. Я вот приготовила тут кусочек фольги. После первых 10-15 минут, когда вы увидите, что уже верх ваших куличей уже розового цвета, чтобы они сильно не пригорали, можно прикрыть фольгой. И так оставлять дальше. Готовность будем проверять деревянной шпажкой. Если шпажка выходит чистой, сухой, значит у вас уже... Так, я достала мои куличи из духовки. Они там пеклись где-то 35-40 минут. Да, они у меня уже готовые вообще. Отходят даже от формы. Смотрите, прекрасные. Готовность я проверила шпажкой. Шпажка выходит сухой, чистой. Вот так положу на бочок, чтобы куличи не осели. Периодически переворачиваю с одного с бока на другой. Так, оставлю так остыть. И потом сделаем белковую глазурь и покроем сверху. А украшение это на ваш вкус. Да и вообще глазурь вот какую хотите. Можно сахарную, можно сахарно-белковую. Что вы любите. На ваш вкус. Можно... Да, кстати, можно и покупную глазурь взять. Так что пока, пока вот так оставляем остыть. Вот я уже сняла формочки. Вот так я положу с одного бока на другой, переворачиваю постоянно, чтобы они равномерно остыли и не оседали. Так, готовим глазурь. Тут я взяла белки двух яиц и забью сахарной пудрой. Ну, можно и сахарным песком, но песок долго будет растворяться в белках. Так что не советую. До пышной массы. Ну, смотрите, вот тут густота вот нашей глазури зависит от того, сколько вы возьмёте сахарную пудру. Хотите, чтобы гуще было, возьмите много. Хотите, чтобы жидкая глазурь была, возьмите сахарную пудру меньше. Это уже как бы на ваш вкус. Так, у меня вот такая густая масса белковая получилась. Сейчас я сюда добавлю буквально пару капель лимонного сока. Не хотите, можете не добавлять. Это не принципиально. Так, вот у меня глазурь уже готова. Смотрите, какая красота. И вот сверху намажем наши пасхальные куличи. Если хотите, чтобы у вас были потёки, значит, глазурь надо немножко делать пожиже. А у меня, я не хочу потёки. Понятно, что, вот, когда мы уже покроем вверх глазурью, надо, чтобы наши куличи полностью остывшие были. А то белковая глазурь у вас поплывёт просто. Если есть желание, можно поставить в духовку, там, подсохнуть, подсушить немножко, вот, глазурь. Ну, я не буду делать этого. Духовку включаю, там, где-то 100-110 градусов или 90, смотрю, у кого какая духовка. И подсушивают глазурь. Ну, вы смотрите. Всё. Осталось сверху украшать нашими цукатами. У меня есть разные посыпки, но я ими сегодня не хочу повзываться. Вот такая у нас красота получилась. Всё очень легко и просто. Конечно, очень много времени требует, но процесс приготовления, в принципе, даже несложно. Немножко сверху, вверх, наша глазурь немножко подостынет, и мы порежем и покажем, что внутри. Так. Теперь я хочу порезать и вам показать внутри, как смотрится. По-хорошему, надо было оставить на ночь. Просто так, как мы снимаем, хочется это делать побыстрее и вам показать. Ну, я надеюсь, вы оставите сверху. Это всё подсохнет и всё будет хорошо. Вот так смотрится внутри. Смотрите, какая красота! Хотя кулич ещё тёплый. Выходит вообще как пух внутри. Видите? Тесто как ниточка. Попробуйте, пеките вот такую пасху. Вы останетесь очень довольными. Я просто уверена. Потому что получается тесто великолепное. И запах просто... Просто... Как ниточки. Вот такое тесто. Попробуйте. Я уверена, что вам понравится. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. Ставьте лайки. Всем приятного аппетита. До новых встреч. ПОД toys. ПОДПОele! ПОДПО� fr ПОДПОorp, ПОДПИС处! ПОДПИС处!